В христианской церкви тайна исповеди, в случае русской церкви, перестала быть таинством. Да, действительно, Петр Великий изменил догмат церкви об исповеди, утвержденной семью вселенскими соборами. Но, как мы видим, это вовсе не навлекло Божьей карой на Россию. Наоборот, со времен Петра Россия становится все более могущественной державой. Страна, которая еще в начале 18 века платила дань крымскому хану, теперь сотрясает Европу. Что ж, исламский халифат был еще более могущественным и подчинил своему влиянию полсвета. Разве это значит, что и мы должны следовать их пути и стать мусульманами? То ислам. А мы, грузины и русские, православные. Сами константинопольские, антиохийские и иерусалимские патриархи никогда не осуждали решений русского императора. Наоборот, поддерживали его. Например, вселенский патриарх Косман по личной просьбе Петра предоставил ему и его войску право на мясоедение в Великий Пост. Разве это не подтверждает, что дела Петра являются делами истинно христианейшего императора? Я скажу одно. Не дано приходящим земным правителям решать судьбу грузинской церкви. Грузия – удел Богородицы. Именно Грузии достался хитон Господа, который покоится в храме святой Цховели. Мой предок, Ильоз, принес его в Грузию. Что такое грузинская церковь? Признанием вселенского значения нашей церкви является то, что во всем христианском диафизическом мире, начиная с V и по XVI век, каноническая литургия была допущена всего на четырех языках – арамейском, латинском, греческом и на нашем языке – на грузинском. С V века на грузинском языке делались надписи на Голгофе и в других святых местах Палестины. Грузинский архиепископ Эфрем Мацкверели раньше, чем константинопольские и антиохийские первосвященники, получил от Иерусалимского патриарха право варить мира на месте в Грузии. В V веке, когда архиепископы первейших ипархий мира получили титул и папы, и патриархов, вместе с ними и архиепископ Мцхетский получил титул вселенского архиепископа, католикоса. А начиная с XI века добавился титул патриарха. И с того времени первосвященники Грузии именовались святейшими вселенскими католикос-патриархами. Этот титул признавал весь христианский мир. Через 28 лет после подписания Георгиевского трактата Опасения Щиоша Гедованишвили сбылись. 30 июня 1811 года Мцхетский патриархат был упразднен. Новые власти наложили официально запрет на богослужение на грузинском языке. В 1811-14 годах согласно проекту генерала Тормасова по приказу императора Александра I грузинская патриархия была переделана в рядовой экзорхат русского синода. 13 епархий восточной Грузии были объединены в две Мцхетскую и Лавердскую. Все это исходя из 8-го артикула Георгиевского трактата. Еще в 10 веке Георгий Мерчули сказал о Грузии так. Это земля, на которой, хвала Господу, возносится на грузинском языке. С 1811 года большая часть Грузии не смогла принять литургию на русском языке. Постепенно русская власть разрушила древние грузинские храмы, замазала известью грузинские фрески. В ответ на это с грузинской стороны следовали восстания, другие виды протестов. В конечном итоге большая часть грузинского населения вообще отдалилась от церкви. И духовный дефицит восполнила новыми идеологиями, особенно марксизм. Автор декрета номер один Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, который положил конец Российской империи в феврале 1817 года, председатель Петроградского совета Николай Чхиидзе не хотел, чтобы его именовали в честь святого Николая и взял себе новое имя – Карл, в честь Карла Маркса. Петроградского совета Николай Чхиидзе Это была передача «История в лицах». Я ее ведущий Заробки Пшидзе. Встретимся через неделю. И не забывайте историю. Петроградского совета Николай Чхиидзе